Здравствуйте! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Я буду рассказывать вам о том, как готовить блюда в казане, на мангале, при помощи живого огня. Сегодня я покажу вам, как готовить самое простое узбекское блюдо. Бараньи ребрышки с луком. Но прежде чем показывать вам, как готовить это блюдо, я расскажу об устройстве, в котором мы будем готовить. Это устройство называется казан. Казан – это утварь, как будто бы специально предназначенная для приготовления на живом огне. Посмотрите, представьте себе шар. Вот нижняя треть шара – это и есть форма казана. Очень важно, чтобы стенки казана были достаточно толстыми, чтобы они могли набрать себе температуру. Посмотрите еще. Если казан шарообразный, то и шумовка для работы с этим казаном должна быть круглая. Потому что именно круглой шумовкой можно перемешивать так, чтобы не оставлять ни одного сантиметра пространства в казане, чтобы нигде не пригорало. Если вы возьмете какую-нибудь деревянную лопатку, либо квадратную шумовку, то получится вот что. Проводя ею по поверхности казана, вы будете скрести только в некоторых местах. К сожалению, круглые классические казаны совершенно не подходят для электрических плит. Посмотрите, во-первых, они будут раскачиваться на плите, во-вторых, площадь соприкосновения казана с плитой незначительная, поэтому казан просто-напросто не будет греться как следует, а важно, чтобы он нагревался хотя бы вот досюда. То есть примерно две трети казана должны греться. Но дело вот в чем. Казаны бывают не только шарообразными, казаны бывают и с плоским дном. Да, это тоже вполне себе казан, несмотря на то, что он сделан не в Узбекистане, а несмотря на то, что он сделан в Америке больше ста лет тому назад, но это вполне себе казан. В нем тоже можно приготовить любое узбекское, любое среднеазиатское блюдо. Вот у него дно плоское, его можно поставить хоть на газовую плиту, хоть на электроплиту. И здесь как раз пригодится лопатка с ровной поверхностью, потому что именно такой лопаткой в этом казане перемешаешь, а круглой шумовкой ничего не получится. Но сегодня у нас премьера, и я не могу позволить себе готовить ни на газовой плите, ни на электроплите. Я должен непременно готовить на настоящих дровах на живом огне. Но прежде чем учиться готовить в казане, следует научиться казан обслуживать, в частности, как его мыть, как за ним ухаживать. Посмотрите, вот казан. Все остатки еды следует из него убрать немедленно. Казан не место для хранения еды. А оставшиеся масла, оставшиеся продукты нужно взять обыкновенную бумажную салфетку и просто собрать ими. После этого под казаном разводится снова сильный яркий огонь, и в казан наливается вода. Берем самую обыкновенную мочалку, не берем никаких моющих средств, ни в коем случае. Хороший чугун этого не терпит. Мочалкой протираем казан и немедленно вычерпываем воду вместе с остатками еды. Насухо не вытираем, потому что воду мы будем наливать сейчас казан еще раз. И вот эту воду следует довести до кипения. Этим кипятком ополоснуть все стенки казана и еще раз вычерпать воду. Закипит вода, просто споласкивайте ею стенки казана так, чтобы жир, если он остался на стенках казана, растворился в кипящей воде. Вот и все, вычерпываем и эту практически чистую воду. Несколько оставшихся капель воды выкипят буквально за несколько секунд, и после этого берем еще одну чистую сухую бумажную салфетку, смачиваем ее в растительном масле и этим маслом покрываем стенки казана. Все, пускай просыхает, остывает, и наш казан готов к следующим подвигам. Не всегда, но чаще всего казан основательно разогревают, прежде чем начать в нем готовить. Сейчас казан у нас уже вполне горячий, и мы можем начинать не откладывая, прямо сейчас. Практически любая национальная кухня имеет особые продукты, так называемые специалитеты. Одним из главных специалитетов среднеазиатской азербайджанской кухни является курдючное сало. Сало от баранов особых пород. Из этого сала очень легко вытапливается жир, и на этом жире, как правило, готовится большинство блюд. Поэтому сало, как правило, отправляется в казан первым. Для того, чтобы из сала вытопилось как можно больше жира, и чтобы жир не был окрашен вкусом горелого, не нужно делать под казаном с самого начала слишком большой огонь. Умеренный нагрев и сало перемешивать не надо. Пусть топится как есть. Чем чаще вы перемешиваете сало, чем выше нагрев под казаном, тем ярче, краснее, может быть, иногда даже темнее получается на нем корочка. И все эти красящие вещества, ароматические вещества, не самые приятные и не самые полезные, переходят в жир. Поэтому спокойствие, только спокойствие. Ждем 10 минут, и после этого переворачиваем всего лишь один раз. Считать минуты в кулинарии – последнее дело. Я вам сказал примерные ориентиры. У одних сало может вытопиться быстрее, у других – чуть медленнее. Посмотрите на цвет и консистенцию сала. Это самое главное. Запомните этот цвет. Темнее сало быть не должно. Вот теперь сало готово. Достаем его, но ни в коем случае не выбрасываем. Вместе с капелькой соли, вместе с тонко порезанным луком курдючное сало является замечательной закуской. Для того, чтобы на короткое время усилить огонь под казаном, добавим в топку несколько щепок. Многие могут сказать, Сталик, для чего столько жира? Я столько жира вытопил не для того, чтобы блюдо стало жирнее. А дело в том, что вот этот жир является тоже аккумулятором тепла. Сейчас, когда я опущу сюда кусочки мяса, кусочки ребрышек, они все окунутся в масло и моментально получат яркую, румяную, вкусную корочку. Казан горячий, масло было хорошо разогрето, мяса относительно немного, поэтому жарится все очень быстро. Начинаем перемешивать мясо моментально, буквально через минуту-другую после того, как его опустили. Прижарилась одна сторона, услышали, как оно шкварчит, почувствовали запах. Переворачивайте. Кулинария, область человеческих зданий, как никакая другая, окруженная мифами. В частности, бытует миф, что солить мясо с самого начала нельзя. Глубоко убежден, что это неверно. Дело в том, что когда мясо уже готово, соль на него столько не сыпь, внутрь оно не проникнет. Вот сейчас, пока мясо готовится, тогда его и надо посолить. Кстати говоря, посмотрите, перемешали всего 2-3 раза, а мясо уже покраснело, мясо уже стало аппетитного, красивого цвета. Надо дальше жарить или нет? Решайте для себя сами. Кто любит более жареное, кому здоровье это позволяет, делайте так. Кому требуется более щадящее питание, пожалуйста, не жарьте больше. Но вот с количеством лука, пожалуйста, не спорьте. В Узбекистане всегда используют много лука. Всегда используют много лука, когда хотят сделать блюдо не просто сытным и аппетитным, но еще и согревающим. Поэтому чем больше лука, тем вкуснее обед, тем ароматнее он получается, тем более согревающим он получается. Послушайте, а вы знаете, что в Узбекистане тоже бывают зимы? И вот эта еда для зимнего периода чудо как хороша! Многие считают, что среднеазиатская кухня это что-то очень уж острое, очень пряное, очень перченое. Это не так. Да, перец используется во многих блюдах, но, как правило, используется закрытый стручковый перец. Вот такой закрытый стручковый перец никогда не отдаст лишней жгучести блюда, он отдаст только свой аромат и вкус, опускаем его прямо поверх лука. Еще один специалитет, без которого узбекскую кухню представить себе невозможно. Впрочем, не только узбекскую, и индийскую, и пакистанскую, и иранскую. Это специалитет, эта специя называется зира. Обязательно ударение ставьте на последний слог, когда вы пойдете на рынок. Если вы скажете не зира, а зира, то, скорее всего, продавцы угадают, что вы ничего не понимаете в этой специи и продадут вам корм для канарей. А на самом деле купить ее можно не только на рынках, не только у рыночных торговцев, но можно ее купить и, скажем, в обыкновенных супермаркетах. Там ее следует искать под названием кумин. Кумин, английское слово, зира, зерех, джира, так называют эту специю на Востоке. Мясо обжарили, посолили, добавили много лука, уложили сверху стручок перца, убавляете огонь и накрываете казан самой плотной крышкой. Ждем 30 минут. 30 минут, 30 минут, да какие минуты, какие секунды? Это кулинария, не самая точная из наук. Ведь дело в том, что все еще и зависит от того, какой барашек, какой ягненок вам попался. Понимаете, один приготовится за 20 минут, другой за 30, другой за 40. Есть одно непреложное правило. Пахнет вкусно, пахнет нестерпимо аппетитно, значит, уже готово. Посмотрите, лук дал огромное количество сока, а ребрышки-то, ребрышки, как обнажились, мясо сползло с них. Это все означает, что мне сейчас надо добавить огонь, немножко выпарить сок и дать немножко заколероваться луку, чтобы лук покраснел и запах еще лучше, еще красивее. Вот тебе и кулинария, казалось бы, просто все. Вытопили сало, обжарили мясо, потушили лук, еще раз все обжарили и готово. Однако же споры ведутся даже о самом слове, как следует говорить, как следует произносить кулинария или кулинария. Вот я, например, привык говорить кулинарии, а мой друг Борис Бурда говорит на старый манер, говорит кулинария. А еще много ведется споров насчет того, какими должны быть блюда. Многие считают, что блюдо от начала до конца должно быть рациональным, что в нем должно быть умеренное количество жира, правильное количество белков и углеводов. А я считаю, что это не так. Я полагаю, что блюда не обязаны быть рациональными само по себе. Рациональным в целом должна быть система питания. Посмотрите, вот превосходные аппетитные бараньи ребрышки. Но кто же заставляет выпивать весь вот этот жир, который остался в казане? Да ради бога, мы его использовали, пускай здесь остается. Вообще, так говоря, из него можно еще сделать превосходный соус. Но если мы будем только ребрышки, жир остался здесь. А ребрышки что, мы сами по себе будем есть? Да нет, конечно. Надо поставить полный стол свежей зелени, надо поставить маринованные соленые овощи, украсить блюдо листьями салата, свежими овощами и ароматной зеленью посыпать. Вот так-то будет оно лучше, вкуснее и полезнее. Так что у нас, мои дорогие, все готово. И мне осталось только пожелать вам приятного аппетита и попрощаться до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok